Всем привет! Всем привет! Все они попали сюда, позвонив в наш колл-центр. И это... Венди Аллен из Чешира. Кевин Стюарт из Бристоля. Рикки Кэндалл из Линкольншира. Роберт Суллер из Западного Йоркшира. Роб Канна из Торбея. Нил Хэррон из Кембриджшира. Максим Ле Ток из Гернзи. Айван Каллен из Лондона. Джейн Джордан из Пемброкшира. И Пол Харрис из Западного Йоркшира. Они улыбаются, но это ненадолго. Сейчас мы узнаем, чьи пальцы быстрее, кто первым выйдет сразиться с нашим любопытным компьютером. У нас один вопрос, четыре ответа и всего один верный порядок. И сейчас мы узнаем, кто ответит верно за кратчайшее время. Прошу зал не отвлекать игроков. Вот их первый вопрос. Расположите эти фильмы по странам, в которых происходит действие, начиная с Британии и продвигаясь на восток. Смерть на Ниле. Миллионер из Трущоб. Мэри Поппинс. Семь самураев. Ну вот, десять улыбок испарились. Давайте глянем на верный порядок. Идем от Британии на восток. Мэри Поппинс, Британия. Затем смерть на Ниле, Египет. Затем миллионер из Трущоб, Индия. И семь самураев, Япония. Посмотрим, кто из десяти ответил верно. Не думаю, что все десять. Все, кроме одного, а самый быстрый Роб Ханна за 4,38 секунды. Отлично справились. Очень быстро. Рад вас видеть. А теперь идем. Выиграем миллион, и вы поедете домой. Ладно. Молодец. Итак, первым к нам вышел Роб Ханна. Он родился в Ливерпуле, но последние 5 лет живет в Торкии. Сейчас у него свой бизнес, но в связи с нынешним кризисом он подумывает вернуться на работу в госучреждение, где трудился целый год. Роб не женат, но у него есть 5 братьев и одна сестра. Самому старшему брату 45, а младшему 12. Но сегодня болеет за Роба его друг, Марк, который сидит в нашем зале. Роб всегда хотел работать в зоопарке. И если выиграет приличную сумму, он пойдет на зоокурсы, чтобы научиться ухаживать за животными. А больше всего он боялся прийти к нам, проиграть на первом же вопросе и быть обзмеянным нашими добрыми зрителями. А зря он нам это сказал. Надеюсь, так не случится. Ведь наш чек на миллион ждет победителя. Осталось только ответить на 12 вопросов. Но ответы всегда находятся на экране. Робу надо только выбрать правильный. У него есть 3 подсказки, 50 на 50, звонок другу и помощь нашего странного зала. Удачи, Роб! Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» Итак, то, чего вы боялись, наш первый вопрос. Как называют в Британии дорогу, идущую в объезд города? Переворотной, херической. Кольцевой. Объездной. Не знаю. Нет, знаю. Объездной. Не сферической. Нет. Ответ верный. У вас в Писадку. Последний шанс уйти ни с чем, чего не было уже 4 года, и не случится и сейчас. Второй вопрос даст вам несгораемую тысячу. В каком виде примулы содержится медицинское масло? Рассветный, полуденный, вечерний, закатный. Вечерний, вечерний примулы. Точно? Да. Ответ верный. Тысяча фунтов ваша. А как ливерпульцы принимают в торки? Нас в торки много. У вас везде много. Да, да, вы правы. Каков ваш план? Сейчас у вас тысяча, и все игроки хотят выиграть миллион, но они говорят, меня бы устроило и назвать сумму. Какую цель вы себе поставили? Выиграть хотя бы тысячу. А вы выиграли? Да. А теперь уже не важно, сколько я выиграю, ведь пришел я вообще ни с чем. Если доберусь до 20, будет круто, но все зависит от вопроса, верно? Согласен. Посмотрим. Итак, у вас тысяча фунтов, а третий вопрос стоит две тысячи, и у вас есть три подсказки. Какую область Канады называют Ла-Бель-Прованс? Британскую Колумбию, Антарио, Квебек, Соскетчеван. Это Квебек. Почему? Потому что Ла-Бель-Прованс это на французском, и на нем говорят в Квебеке. Еще по-французски говорят у Нью-Брунсвике, но его тут нет. Думаю, это Квебек. Ответ окончательный? Да. И верны у вас две тысячи. Итак, наш торбейский Либерпулец выиграл две тысячи, не потратив ни одной подсказки. Не переключайтесь. Вы спокойны или напуганы насмерть? Где-то посередине, но скорее напуган, чем спокоен. Не надо. Вы хорошо идете. У нас четвертый вопрос и пять тысяч пунктов. Какой из этих президентов США был демократом? Рональд Рейган, Ричард Никсон, Джеральд Форд, Джон Кеннеди. Мне сказали читать каждый вопрос раз по пять. Но этот очень простой. Рейган был республиканцем, так же, как Никсон и Форд. Кеннеди был демократом. Да, именно он был демократом. Ответ Кеннеди, Джон Кеннеди. Окончательный. Окончательный. И верный у вас пять тысяч пунктов. В нашем зале ваш друг Марк. Какой он? Да. Ну, вряд ли мне стоит отвечать. Он умный, любит размышлять. Какой он? Он очень умный и гениален, как эрудит. Но ум эрудицы немного разные вещи. Однажды Марк купил вам экскурсию с ламами. Да. Подарок? Да, на день рождения. Понравилось? Просто супер. Мы поехали в Дартмут. Это как выгуливать собаку, только на поводке лам. Дартмут? Да. Я думал, вы поехали в Тибет. Нет, нет. Дартмут, уже в двух шагах от торги. Да, там есть ламы. Ясно. Ладно. Итак, у вас пять тысяч. Я бы тоже далеко не ездил. А вы не только идете, уже пять тысяч хунтов. Вы в трех шагах от пятидесяти. И сохранили все подсказки. Не спешите. А сейчас пятый вопрос. И десять тысяч хунтов. Как зовут сестру Сиенны Миллер, с которой она открыла модную линию в 2007 году? Саргассо, Сахара, Сирокко, Саванна. Кажется, я знаю ответ, но не спешите. Я не хочу потерять деньги. Думаю, я попрошу помощь зала. Да. Итак, зал, вот ваш вопрос. Он стоит десять тысяч. Дело серьезное. Как зовут сестру Сиенны Миллер, с которой она открыла модную линию в 2007 году? А. На ваших пультах Саргассо, Б. Сахара, С. Сирокко, Д. Саванна. Голосуем. 76% за Саванну. Спасибо. За что спасибо? Они могут ошибаться. Это высокий процент, а значит... Значит... Вы сказали, у вас был вариант. Вы тоже думали про Саванну? Да, но не был уверен, Саванна или Сахара. Я точно знал, что не Саргассо и не Сирокко. Я видел это имя. Саванна Миллер. Но рисковать не было смысла. Я думаю, зал, скорее всего, прав. Надеюсь, что прав. Мой ответ Д. Саванна. Окончательный? Да, конечно. Вы выиграли десять тысяч. Большое спасибо. Спасибо всем. Итак, у вас десять тысяч и две подсказки. Взгляните на шестой вопрос. Вы сказали, будете рады выиграть двадцать тысяч. И у вас есть все шансы. Шестой вопрос стоит двадцать тысяч, и вы в двух шагах от пятидесяти. Кто был первой женщиной Британии, получившей олимпийские медали в двух разных видах спорта в 2008 году? Виктория Пендлтон, Николь Кук, Ребекка Ромеро, Ребекка Адлингтон. Вопрос на двадцать тысяч. Есть две подсказки. Пока не появились ответы, я думал, Ребекка Ромеро. Кажется, она велосипедистка. А еще она грибчиха. Точно не Ребекка Адлингтон. Она только плавчиха. Ужасное положение, когда уверен на восемьдесят процентов, но не на сто. Даже не знаю. Не знаю, что мне делать. Может, подсказку возьмете? Есть пятьдесят на пятьдесят. И звонок другу. Думаю, это Ребекка Ромеро. И очень хочу ответить верно, поэтому рисковать не буду. Я, может, и пожалею, но возьму пятьдесят на пятьдесят. Почему пожалеете? Потому что потрачу подсказку зря. Ведь я могу вообще ошибаться. Я беру пятьдесят на пятьдесят. Ладно, компьютер, уберите два неверных варианта, оставив Робу один верный, один неверный. Она осталась? Да. Вместе с Николь Кубк. Что ж, надеюсь, я сразу был прав. Мой ответ Ребекка Ромеро. Надеюсь, я не ошибаюсь. Ответ окончательный? Окончательный. Марк нажал кнопку на своем пульте. Он думает, это не Коль-Кук. Он прав? Даже не знаю. Марк. Вы полный дурак. Верный ответ Ребекка Ромеро. Двадцать тысяч ваших. Она выиграла серебро в гребле и... В велогонке, да? Верно. Как теперь настроение? Лучше? Хуже? Лучше, потому что выиграл двадцать тысяч. Была бы эта викторина в пабе, я бы сразу ответил... Ребекка Ромеро. Но мы не в пабе. Да, точно. Тут даже если на пять процентов не уверен, уже сложно отвечать. Но когда играешь в пабе, таких денег не бывает. Вы уже выиграли двадцать тысяч. А если получу пятьдесят? Это деньги, не облагаемые налогом. И остался звонок другому. Наш седьмой вопрос стоит пятьдесят тысяч фунтов. Вы потеряете девятнадцать из двадцати тысяч, заработанных с таким трудом, если ошибетесь с ответом. Вы можете позвонить другу и все равно забрать деньги, если будете не уверены. В начале игры вы сказали, для счастья вам надо всего двадцать тысяч. Взгляните на седьмой вопрос. Он стоит пятьдесят тысяч фунтов. Если ответите верно, я с радостью выпишу чек на эту сумму, которая станет вашим минимальным выигрышем. Итак, наш седьмой вопрос. Кто в 1968 году записал классический альбом «Недели» в Австралии? Джо Кокер, Роберт Палмер, Боб Дилан, Ван Моррисон. Точно не Боб Дилан, и это все, что я знаю. Похоже, придется звонить другу. Ладно, кому звоним? Можно позвонить Крейгу? Будьте добры. Конечно. Кто он, где он? Крейг в Западном Мидлэнде, он разбирается в поп-музыке, и, надеюсь, он знает. Сколько ему лет? Немного за тридцать. А вопрос про 68-й год. Но лучшего у вас нет. Он отлично разбирается в музыке, и вряд ли кто-то еще знает ответ. Ясно. Итак, звоним Крейгу. Зададите вопрос, скажите варианты, а там посмотрим. Скажите, что вопрос на пятьдесят тысяч. Да, конечно. Пусть понятничает. Встряхнется. Здравствуйте, это Крейг. Привет, Крейг. Крис Таррент, как дела? Хорошо, как у вас? Спасибо, неплохо. Мы играем в «Кто хочет стать миллионером?» и передо мной сидит Роб. Да. Он хорошо идет, но застрял на одном вопросе, и надеется, вы знаете ответ. Понял. Накануне большая сумма. Буду стараться. 50 тысяч фунтов. Вот это да. Да. Я ждал этого слова. Вам будет сложно, Крейг. Я тоже так думаю. Не переживайте. Дальше будет говорить Роб. Он задаст вопрос и даст четыре варианта ответа. Один из которых стоит 50 тысяч. Ясно? Да. Удачи, Роб. Ваше время пошло. Неделя в Астралии. Неделя в Астралии. Альбом Вана Моррисона. Отлично. Спасибо, Крейг. 100%. Не спеши, друг. Кто записал его в 68-м? Ван Моррисон, Джо Коппер. Я понял. Ты что, не помнишь песню «Кареглазая»? Ты уверен, что это Ван Моррисон? Да, друг. Ясно. Удачи, жми дальше, друг. Спасибо. Пока, давай. Я же говорил, он знает. Точно. Думаю, это был самый быстрый звонок другу в истории. Что ж? Он все равно может ошибаться. Правда, говорил уверенно. Да, точно. А сейчас вы скажете, Ван Моррисон ответ окончательный. Конечно. Это верный ответ. Вы выиграли 50 тысяч фунта, Роб. Теперь я спокоен. Спокоен он. Теперь вам все нравится. Да, конечно. Я так и думал. Вот, смотрите, Роб. Сегодня вы идете домой, минимум с этой суммой. Берите чек ваш. Прошу. Спасибо. Не надо. Какой вы самоуверенный. Ну, ладно. У вас 50 тысяч фунтов. Что чувствуете? О, да. Плевать на все. Хорошее чувство. Но вы потратили все подсказки. Да. Вы в пяти шагах от миллиона, но вы отлично играли. И должны ответить на следующий вопрос, ведь уже ничего не теряете. Итак, у нас восьмой вопрос и 75 тысяч фунтов. А вы в пяти шагах от миллиона. Какой ученый родился в поместье Вуллсторб в Линкольншире? Генри Кавентиш, Майкл Фарадей, Исаак Ньютон, Камфри Дэйви. Вопрос на 75 тысяч фунтов. Есть идеи? Нет, никаких. Понятно. Не спешите. Пытаюсь вспомнить хоть что-то об этих ученых и где они родились. Я должен был знать, откуда Ньютон, но я не знаю. В поместье Вуллсторб вроде большое, да? Так. Кавендиш был из дворянской семьи Кавендишей. Я не слышал другой такой фамилии, а значит, Генри Кавендиш мог быть членом этой семьи. Я не знаю ответа, совсем не уверен, что прав, но больше ничего на ум не идет. Поэтому я отвечу Кавендиш. Ответ окончательный? Да. У вас было 50 тысяч. И остается 50. Ответ неверный. А верный ответ Исаак Ньютон. Надо было знать. Но неплохо. Можете взять чек. Аплодисменты. Роб Ханна забирает этот чек на 50 тысяч фунтов. А у нас еще 9 претендентов, сгорающих от нетерпения сесть в это кресло. Не переключайтесь. Итак, у нас еще 9 претендентов, сгорающих от нетерпения сесть в наше кресло. Прошу зону не мешать. Вот их следующий вопрос. Расставьте эти рекламные слоганы в хронологическом порядке. Простегнитесь, не торопитесь, съешь яйцо, перезработай, ты нужен своей стране, говорить полезно. Итак, смотрим на верный порядок. Раньше всех был слоган «Ты нужен своей стране» во время Первой мировой. Затем съешь яйцо перед работой в 50-х, пристегнись, не торопись рекламой из 70-х и говорить полезно из 90-х. Вот верный порядок. Но кто быстрее всех и верно ответил на вопрос? Половина. А быстрее всех Роберт Фуллер за 4,41 секунды. Роберт! Отлично! Ну что, хотите сыграть на миллион? Да. Еще бы. С нами играет Роберт Фуллер из Кастлфорда, что в западном Йоркшире. Он уже 20 лет работает на складе и говорит, что ему нравится разнообразие работы и что это лучше, чем сидеть за столом. Роберт не женат, поэтому за него болеет близкий друг Джефф, который поможет без проблем доставить выигрыш в Йоркшир. У Роберта есть родственники в Австралии и приличный выигрыш поможет слетать к ним в гости, прежде чем отправиться в кругосветное путешествие. А если сумма будет большой, Роберт пойдет учиться на пилота. Но поговорим позже об этом. А сейчас 12 вопросов, 3 подсказки, 1 миллион фунтов. Это наша обычная формула успеха. Удачи, Роберт! Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» А вот и первый вопрос на 500 фунтов. Каким металлом часто покрывали крыши церквей? Никелем, свинцом, магнием, латиной. Свинцом. Свинцом! Ответ верный! У вас 500 фунтов! Итак, Роберт, последний шанс уйти ни с чем. Но этого не случится, ведь есть 3 подсказки. А второй вопрос принесет вам несгораемую тысячу. Слушаем. Какое из этих животных строит гнезда в основном на деревьях? Барсук, крот, кролик, белка. Белка. Не барсук. Сомневаюсь. Боже, там гнездо барсука! Последний шанс уйти. Итак, Роберт сказал, что хочет выиграть 20 тысяч, а стал богаче на 50. А что скажете вы? Я тоже не против. Не против выиграть 50 тысяч? Да, я не обижусь. Ясно. Хотите объехать мир? Конечно. У вас родня в Западной Австралии, в Перте. Хотите съездить к ним и хотите стать летчиком. Вот ваши мечты. Было бы неплохо. Тогда бы я сам везде летал. Самому не получится. Нужен самолет. Это не проблема. Итак, у вас 1000 фунтов, а третий вопрос стоит 2000. Из чего обычно делают палисад? Кирпич, бетон, дерево, проволока из дерева. Ответ окончательный. Да. И верно, у вас 2000 фунтов. Я смотрел на вас, вы хмурились, а когда появилось дерево, заулыбались. Итак, у вас 2000. Четвертый вопрос стоит 5000, и вы не потратили ни одной подсказки. На каком континенте растет гигантская секвойя? Северная Америка, Азия, Европа, Африка. Северная Америка. Ответ окончательный. Окончательный. И верно, у вас 5000. У вас 5000, а пятый вопрос стоит 10. Вы идете без остановок и не потратили ни одной подсказки. А вот и пятый вопрос. Какой народ был изобретателем каяка? Ацтеки, инки, зулусы, инуиты. Инуиты. Точно? Да. Почему? Они из Северной Америки. А остальные... Ацтеки, инки, из Южной Азии, а зулусы из Африки. Ответ окончательный. Да. И верно, у вас 10 тысяч. Шестой вопрос стоит 20 тысяч. Но, Роберт, не спешите. Отвечайте только, если уверены. У вас три подсказки, которые вы сохранили. Итак, шестой вопрос из возможных 12. Коттедж какого писателя в городе Челфон-Сент-Джайлз в Букингемшире теперь стал музеем? Томаса Харди, Роберта Бёрнса, Джона Милтона, Дилана Томаса. А можно спросить у зала? Конечно. Ваша первая подсказка. Итак, зал. Вопрос на 20 тысяч фунтов. Коттедж какого писателя в городе Челфон-Сент-Джайлз в Букингемшире стал теперь музеем? А. На ваших пультах Томаса Харди. Б. Роберта Бёрнса. С. Джона Милтона. Д. Дилана Томаса. А. Б. С. или Т. Голосуем. 56% за Джона Милтона. Это не огромное большинство, но большинство. 17% за Харди, 15% за Бёрнса, 12% за Дилана Томаса. 56% за Милтона. Что будем делать? Я отвечу как зрители. Ответ Джон Милтон. Но вы их не знаете, кроме своего друга. Зато знаю, что я Роберт Бёрнс и Томас Харди. Может, Дилан Томас? Может, но мой окончательный ответ – Джон Милтон. Ответ верный, у вас 20 тысяч. Вы такой же спокойный, как выглядите? Нет. Нет. Ясно. А вы летите. Уже 20 тысяч. А потратили всего одну подсказку. И сейчас вы в одном шаге от 50 тысяч. Вы потеряете 19 из 20 тысяч, если... Сейчас ошибекся в ответе. Но вы можете забрать 20 тысяч. Вот седьмой вопрос. Вы не обязаны отвечать. Но он стоит 50 тысяч хрунтов. И у вас две подсказки. Кто вышел замуж за Генриха VIII? Через 11 дней после казни Анны Булейн. Джейн Сеймур, Кэтрин Парр, Катерина Арагонская, Анна Клевская. Можно позвонить другу? Конечно. Кто может знать ответ? Попробуем спросить Пола. Фамилия? Пол Невинс. Ладно, где он? В Йоркшире? Да. Он фанат лиц? Нет, он любит Барсворд. Ясно. Итак, звоним Полу. Задаем вопрос, говорим варианты. Если вас не устроит ответ, можете взять 50 на 50 и все равно забрать деньги. Продолжение следует... Хорошо. Сумма приличная. Хотите узнать, какая? Да, хочу. 50 тысяч фунтов. О, Господи! Так что, дело серьезное. Сейчас вы услышите Роберта, он задаст вопрос и даст варианты ответа, один из которых стоит 50 тысяч. Все ясно? Да, спасибо. Что ж, скрестим пальцы, Роберт, удачи, и ваше время пошло. Кто вышел замуж за Генриха VIII через 11 дней после казни Анны Болей? Джейн Сеймор, Кэтрин Парр, Китерина Арагонская, Анна Клевская. Джейн Сеймор, я уверен. На сколько? На 75 процентов. 75, отлично. Да, Джейн Сеймор, спасибо за ответ. Я отвечу как он, Джейн Сеймор. Ответ окончательный. Вы давно знаете Пола? Не очень. Не очень. Несколько лет. Так что я ему верю. Он мог нарочно отдать неверный ответ? Не думаю. И не дал. Вы выиграли 50 тысяч фунтов. Обычно люди в этот момент улыбаются. Держите. Вот ваш чек. Вы на 50 тысяч богаче, чем в начале игры. Хорошо? Неплохо. Ну что ж, я буду стараться дальше. У вас 50 тысяч. И еще одна важная подсказка 50 на 50. А наш восьмой вопрос стоит 75 тысяч фунтов. Что означает буква «Б» в имени кинорежиссера Сессила Б. Д. Милля? Бастер. Блаунд. Бостон. Баттерфилд. Один из ответов стоит 75 тысяч фунтов. Можно взять 50 на 50? Конечно. Это компьютер. Уберите два неверных варианта, оставив Роберту. Один верный, один неверный. Остались Блаунд и Бостон. Мой ответ – Блаунд. Б. А почему не Бостон? Просто так. Ну, я так и понял. Если угадаете, получите 75 тысяч. А не угадаете, заберете 50. Ответ окончательный? Окончательный. И он выигрывает 75 тысяч. Вот, повезло. И вы, наконец, улыбаетесь. Теперь мы знаем, сколько нужно денег, чтобы Роберт заулыбался. 75 тысяч. Ну, вы счастливы? Немного. 75 тысяч фунтов. 50 из них несгораемые. Теперь вы богаче на 75 тысяч. Неплохо, правда? Здорово. Неплохо. Да. Вот такую сумму заработал Роберт, и, возможно, еще не закончил. Подсказок не осталось, но он всего в четырех. В четырех шагах от миллиона. Не переключайтесь. Итак, подсказок не осталось, но девятый вопрос стоит 150 тысяч фунтов. А вот и он. Кто из этих президентов США не был лауреатом Нобелевской премии мира? Вопрос на 150 тысяч фунтов. Джимми Картер. Вудро Уилсон. Теодор Рузвельт. Дуайт Эйзенхауэр. Я возьму деньги и убегу. Роберт. Я к вам уже привык. Не знаете ответ? Думаю, это Эйзенхауэр. Ответ окончательный? Нет. Я забираю деньги. Что ж, аплодисменты. Роберт Фуллер уходит. Можете забрать чек. Вы его заслужили. Взгляните. Роберт возвращается в Йоркшир богаче на 75 тысяч фунтов. Вот вы сказали, думаю, Байк Эйзенхауэр. А когда я спросил, ответ окончательный, вы сразу нет, нет. А если бы вы сказали, да, 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 Крис, ответ окончательный, я бы забрал у вас чек на 75 тысяч, разорвал бы его и выбросил, а вам выписал бы чек на 150 тысяч фунтов. Вот так. Ничего, я и так рад. Не сомневаюсь, аплодисменты. Он возвращается на свой склад, а может быть и нет. Спасибо. 75 тысяч фунтов. Теперь он, наконец, счастлив и стал богаче на 75 тысяч фунтов. А у нас еще 8 претендентов, готовых к соревнованию быстрых пальцев. Прошу, зал не шуметь. Вот их следующий вопрос. Расставьте эти машины по дате выпуска модели. Минни Купер, Форд модель Т, BMW X6, Volkswagen Juke. Восемь заинтересованных лиц. Смотрим на верный порядок, а потом узнаем, кто был прав и кто самый быстрый. Самый древний, конечно, Форд модель Т, 1908 год. Затем Volkswagen Juke модель 1938 года, мини Купер 61 и BMW 2008. Вот кто угадал. Четверо. А быстрее всех, Фолл Харрис за 5,02 секунды. Добрый вечер. Отлично справились. Сыграем? Да. Вы хороший игрок. Очень надеюсь. Молодец. Очень довольный собой, хотя пока ничего и не сделавший Пол Харрис, живет в городе Брэдфорд и работает директором по развитию в компании связи. Пол из очень большой ирландской семьи утверждает, что у него где-то 60 двоюродных братьев и сестер. Он уже 14 лет женат на Кэти, сидящей в нашем зале. У них два сына. Марк, которому 10, и Джейми, которому 7. Кэти говорит, что переживает, потому что Пол бывает безрассуден. Посмотрим. 12 вопросов, 3 подсказки, 1 миллион фунтов. Все просто. Удачи, Пол. Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» А вот и первый вопрос. На 500 фунтов. Какую долю означают приставки «гэми», «семи» и «дэми»? Половину, третью, четвертую, десятую. Половину, Крис. Ответ верный. У вас 500 фунтов. Второй вопрос и последний шанс уйти ни с чем. Не забывайте о подсказках. Итак, второй вопрос даст вам несгораемую тысячу. О чем обычно рассказывает парламентский корреспондент? Об искусстве, о спорте, о гонках, о политике. О политике, Крис. Вы очень переживали, пока не появилась политика. Точно. Ответ верный у вас тысячи фунтов. Значит, вы, Пол Харрис, у нас безрассудны. Что это значит? Мои друзья думают, что если я дойду до 500 тысяч, и будет два варианта ответа, то, даже не зная правильного, я попробую гадать. Они считают, что так нельзя делать. Да. Это не безрассудство, Саня Барсен. Но ведь 50 тысяч уже есть. Да, Пол. Вы ответили на два вопроса. Да. Давайте успокоимся. Осудим, когда пройдем дальше, правда? Итак, у вас тысячи фунтов всего лишь, но вы в десяти шагах от миллиона. У вас все три подсказки, а третий вопрос стоит две тысячи фунтов. Кто выпустил альбом-бестселлер под названием «Назад к черному»? Эми Вайнхаус, Дайдо, Лилли Аллен, Джосс Стоун. Пока не появились все ответы, я думал, что знаю верный. И что думали? Эми Вайнхаус. И сейчас так думаете? Можно спросить у зала, но лучше оставить на вопрос посложнее. Наверное. Оставить на вопрос посложнее. Вы сейчас ответы не знаете. И вопрос посложнее может и не быть. Это точно. Но решать вам. 50 на 50, звонок другу. Я отвечу Эми Вайнхаус. Ваше безрассудство? Наверное. Ответ окончательный. Окончательный. Проиграл. Ваш выигрыш – две тысячи фунтов. Нет. На русский язык программа озвучена компанией «Видеофильм ТВ» по заказу телекомпании «Стрим» в 2012 году. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение смотрите завтра в это же время. Каково обязательное условие приёма на работу на крокодиловую ферму в Китае? В Китае существует множество крокодиловых ферм, где эти опасные рептилии живут и размножаются в тепличных условиях. Любой желающий устроиться сюда на работу, обязан застраховать свою жизнь, что красноречиво свидетельствует о том, насколько опасна эта профессия. Но риск оправдан. Это очень доходный бизнес. Мясо крокодила в азиатских странах с древних времён считается деликатесом. А цены на крокодилью кожу в последние годы значительно выросли. Любопытный факт. Деятельность таких ферм помогает выживанию исчезающих видов. Условия приёма на работу на крокодиловую ферму в Китае страхования жизни. Смотрите на канале Драйв. Автозвук. Это не шум двигателя и не виск тормозов. Это качество мультимедийной системы. Чистый звук из колона. Густой бас сабвуфера. Прозрачное звучание эквалайзера. Ещё одна интересная функция. Простая, как всё, гениальная. Разберём машину на звуковые волны. Программа «Автозвук». На телеканале Драйв. Чтобы подписаться на канал Драйв, обращайтесь к оператору, обслуживающему вашу сеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы проводим седьмую встречу, четверть финалов для школьников-москвичей. Сегодня еще три умника выйдут на дорожки, мы их называем агонистами, от греческого слова «агон», что означает состязание, соревнование. Если агонисты не справляются с заданием, им на помощь приходят теоретики, то есть те участники передачи, которые сидят на трибунах. Среди теоретиков тоже ведется конкурс, и каждый орден, который они получают, это очко в этом конкурсе. О нашем главном призе не будем забывать. Семь победителей финального состязания гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» прямо здесь, в студии, на ваших глазах, станут студентами Московского государственного института международных отношений, университета МГИМО, одного из самых престижных университетов России. Позвольте вам представить нашу судейскую коллегию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok